Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на актеров ведущих криптовалют согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое разностороннее движение за последние 24 часа, некоторые криптовалюты чуть выросли, другие чуть снизились, но в целом, если посмотреть на графики ведущих криптовалют, видно, что они в основном движутся вбок. Итак, мы сегодня проанализируем Filecoin, потому что недавно мы начали анализировать криптовалюты, которые не входят в топ-20, я начал с Polygon, вчера мы анализировали Stellar. Интернет-компьютер имеет очень коротенький график, поэтому пока еще сложно применять технический анализ, поэтому мы сегодня проанализируем Filecoin. Давайте посмотрим на ценовой график Filecoin. Итак, мы, конечно, начнем с месячного таймфрейма. текущая цена 58 долларов и 98 центов. График, на самом деле, не очень хорошо нам знаком. Мы редко анализировали Filecoin, точнее, я писал для Leo Finance коротенькие такие графические технические анализы. Соответственно, давайте сейчас посмотрим, что у нас есть. Итак, здесь было некое движение вбок во время 2018 и 2019 года, когда практически рынок находился в медвежьем тренде. После этого начался рост, то, что практически началось в основном на криптовалютном рынке, и сильный рост в начале года, который практически зафиксировали графики многих криптовалют. Ну, в конце этого роста сформировалась вот эта медвежья свеча, после которой практически началась коррекция, в конце коррекции сформировалось бычье поглощение, вот оно, бычье поглощение, то есть, видно, что в конце коррекции бычья свеча поглотила медвежью свечу, и после этого произошел отскок. Почему? Потому что в сентябре сначала цены повышались, здесь вершина, видно, что выше предыдущих, но недавно, когда начались вот эти, вот эта коррекция, цена и здесь упала, и сейчас рисуется вот эта маленькая медвежья свеча с большой верхней тенью. Что они нам эти последние свечи говорят? Я думаю, это говорит в том, что уровень находится и заходит в консолидацию, потому что, несмотря на тот факт, что это медвежья свеча, у него тело внутри бычьего, максимум выше предыдущего, минимум остается на предыдущем уровне, то есть, это говорит о консолидации на месячном таймфрейме. Переходим сейчас на weekly. Недельный таймфрейм. Вот он тот же самый график. Здесь, соответственно, был рост. В конце прошлого года начался он. В начале года сильный рост. Потом коррекция, отскок. Я хочу здесь показать, что в конце этого отскока была попытка формирования медвежьего поглощения, но оно не произошло, тело потихонечку вернулось вверх. Но после этого давление продолжилось и продолжается на самом деле. И здесь видно, что идет череда из свечей, у которых вершины снижаются. Так что на weekly продолжается медвежье давление, медвежий сантимент. Мы должны быть очень аккуратными. Это на weekly, значит, на месячном нейтральный практически сигнал, на weekly сохраняется медвежий сигнал. Давайте сейчас посмотрим, что на дневном таймфрейме. Итак, вот он дневной таймфрейм. Вот он тот же самый график. Сильный рост, коррекция, отскок. И сейчас идет следующая коррекция. Что практически у нас здесь есть? Если провести через все вот эти впадины линию, она получается восходящей. И, соответственно, это линия тренда, линия восходящего тренда. И если перейти на линейный график, это также видно. Итак, здесь при этой коррекции, когда график начал снижаться, вблизи линии тренда получил поддержку и отскочил. Сейчас при падении видно, что мы также находимся вблизи линии тренда. Текущая цена на линии тренда примерно там около 38 или 40 долларов. То есть вот она ключевая поддержка. Видно, что она пока еще далеко от текущего уровня. Но по сравнению с вот этими вершинами, там 15-20 долларов вниз, это не такое большое расстояние по сравнению с этими другими вершинами. Так что тренд на дневном тайм-фрейме остается повышающим, то есть бычьим, растущим. Но мы сейчас находимся в коррекции. Здесь я сейчас добавлю и ключевые скользящие средние. Три ключевые скользящие средние. Первая, конечно, это 30-дневная или месячная. Следующая, это 90-дневная или трехмесячная. И, конечно, последняя, это 360-передная или годовая на дневном тайм-фрейме. Вот они, три скользящие средние. Что они нам говорят? Первая сверху, средняя в середине и самая медленная снизу. То есть все-таки сохраняется маленький бычий такой сантимент. Но мы видим, что они примерно на одном и том же уровне, вот эти скользящие средние, идут в бок. То есть они подтверждают вероятность того, что в ближайшее время будет идти некая консолидация. Это на дневном тайм-фрейме. Конечно, если здесь что-то поменяется, я, скорее всего, это озвучу. Но на данный момент видно, что скользящие средние идут в бок. Они подтверждают движение в бок. Но в целом мы понимаем, что тренд остается растущим. Так что некий позитив есть. Сейчас мы перейдем и на H4. Однако я выберу эти элементы. Итак, H4. Вот он график. Линия тренда здесь тоже видна. Падение, отскок. На самом деле, в последней части графика я не могу сказать, что есть прям какие-то яркие фигуры или такие технические формации или свечные формации. Так что здесь нет ничего такого яркого. Да, было движение вверх, сейчас идет коррекция. Но нет никаких технических фигур и формации. Может быть, для кого-то здесь это двойная впадина здесь. Но я не считаю, что это двойная впадина. Так что здесь тоже нет ничего интересного. Значит, на четырехчасовом тайм-фрейме остается вот это движение вниз. И мы понимаем, что вот она линия тренда. Следим за этой линией. И будем надеяться, что рано или поздно где-то от этой зоны здесь произойдет отскок от зоны вблизи линии тренда. Итак, это на, соответственно, четырехчасовом тайм-фрейме. На самом деле, на этом у меня все. Видно, что по файлу коину в основном сохраняются вот эти нейтральные сигналы, указывающие на продолжение движения в бок. Но глобальный тренд остается растущим. Так что есть маленький позитив. Я единственное здесь хочу одну вещь показать в этой части графика, которая с такой обучающей целью достаточно интересна. Итак, здесь был рост. Потом сформировался нисходящий треугольник. Вот он, нисходящий треугольник. По сути, мы знаем, что эти треугольники, нисходящие треугольники, в частности, являются фигурами, или это тоже фигура продолжения тренда. То есть здесь тренд был растущим, видно, что был рост, и вдруг практически сформировался треугольник. Однако цена не пошла вверх, как предполагается, а пошла вниз. И сейчас целью хочу кое-что напомнить. Совсем недавно мы говорили о техническом анализе, как применять эти фигуры, стратегию при торговле и так далее. Я показывал на одном сайте, чисто статистически в качестве фигуры продолжения тренда, эти треугольники срабатывают в 70% из этих случаев. То есть здесь практически на 70% была вероятность того, что график пойдет вверх, чисто статистически. А вот это не произошло. То есть эти 30% как называется уровень успешности и уровень неуспешности. То есть поэтому я это всегда показываю, что да, есть графические, технические фигуры, и все это применяется в техническом анализе. Однако нужно понимать, что это срабатывает в таких случаях, то есть в 70%, а здесь движение вниз происходит в 30%. Так что все это нужно учитывать при торговле, ставить стоп-лоссы, рассчитывать риски и так далее. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом по графику Filecoin в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках, отличного дня, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCrypt.Spa. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok